Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У меня по-прежнему 29 июня, я продолжаю описывать сорта, но только погода моментально изменилась, все потемнело и начался у нас ураган. У нас из-за аномальной погоды установился вот такой штормовой характер вообще погодных условий. И во многих районах Алтайского края идут такие шторма с градами, с дождями, с ветрами, что даже сносят крыши с домов, перемесила огороды в некоторых деревнях вообще полностью градом. У нас сегодня тоже шел ночью дождь и град, потом днем было 32 до обеда, вот сейчас около 4 часов и снова ураган. Слышите, какой град, какой дождь, ой, этот не град, а гром. Но я сейчас вам опишу один сорт еще томатов и убегу домой, боюсь грома. Вот это вот сорт Вечный Зов, это новинка в моем огороде. Я зимой про него рассказывала, говорила, что хочу его вырастить. Ой, страшно. Вот я его вырастила, это действительно очень хороший сорт, Вечный Зов. Он, сейчас прочитаю вам, детерминантный сорт с плодами великанами для открытого грунта и пленочных теплиц. Растение нештамбовое, полураскидистое, высотой до 70 сантиметров. Низкорослый куст. Расскажу своими словами, это будет быстрее. Вот мне он чем понравился? Он невысокий. Он, когда я высадила, было холодно. Дружно начал завязывать плоды. Но, правда, во время холода на нижней кисти скинул несколько цветочков. Но дальше, выше, начал завязываться очень дружно. Вы видите, все томатики, томатики, томатики. Я думаю, что урожайность будет у него хорошая. И когда он полностью весь вызреет, я вам его покажу. Не могу переорать этот дождь. А сейчас я его показываю только для того, чтобы как подтверждение, что этот сорт можно использовать для получения раннего урожая. И что у нас в сибирском регионе в июне он уже может поспеть и дать вам полноценные спелые плоды. Вот эти плоды уже полностью созрели. Вот такого они размера. Но тут два поспели, один еще нет. Я их пока не трогаю. Жду, когда они полностью созреют. Но вот выше, это вот при неблагоприятных условиях он завязывался, выше будет картина. Еще, наверное, красивее, когда они нальются и все поспеют. Я вам все потом это покажу. Но вот пока он у меня вошел в топ-10 тех, которые поспели самыми первыми при одинаковых сроках посева. Потому что я не сею для теплицы томаты раньше февраля. Почти все они высажены в феврале. До свидания. Приходится мне уйти домой, потому что я не слышу даже собственного голоса. Все. С вами была Ольга Чернова. Вот такие у нас неблагоприятные погодные условия. Гром, дождь, штормовой ветер. Конечно, в открытом грунте томатам приходится не сладко. Сегодня их покувыркало хорошо. Я даже побоялась, что обломает некоторые ветки. Хорошо, что успела привязать. В теплицах, конечно, лучше, но все равно темно, как ночью. Все, до свидания. Пошла-ка я домой. Ой. Смотрите, как темно. Кажется, что вечер. На самом деле это обед. Ой-ой-ой.